На то листе Субботника Божьего, и по пришествии на мови, обращения ему и взыскания, подвергая его, как друга Божьего, взыскания помощи для нас, живущих здесь на земле, ищущих помощи, сочешения и вразумения о том жизни на пути. Но пришествие святых мови, как князь Илладима, есть для нас нечто большее. Помним, что больше, чем тысячу лет тому назад, князь Владимир проходил наши земли, и не единожды, вначале он ушел на повод, покорил этот город, разорил, убил князя Розболока, до чего взял плен, взял с твоей женой, а двух других сыновей, который полностью убил. Далее он. И однажды бывало еще тем, когда направлялся в город Заслав, основанный для его сына, Заслава, и там зажила одна из его жен, по имени Прохнежа. Это все было поисличество, до снятия, снятия этого хрещения. Во времена его изличества, когда он любил совершать военные походы, разорять города, забоевать новые земли, употреблять свои пределы, проводить врево хрещенства, задавать различным путевкам и живя в соответствии с теоретическими законами. Но затем, приняв Святой Хрещение, он совершенно переменил образ своей жизни, стал особенно любим своим народом, и если народ виновал им иначе, как Владимир, ясно от Господня, известно так же, что снять Владимир, когда принял Святой Хрещение, и весь народ, что он за ним, так же следует примеры, что их снять. Хотя многие еще и не совсем понимают, что это за новая вера христианская, а потом убедение в правильности выбора своего. В тот же момент они шли, многие на крещение, сознавая, что раз он снять, то есть добрый, внимательный к ним и добрый властитель своей земли, раз он делает такой выбор, значит, если они хотят собой, то есть капуста и благоденствия в земле русской. Приняв такое крещение, снять столащик, более любви в своем народе. Затем, уже недалеко до своей блаженной кончины, в 1015 году, Святой Князь собирался совершить похор на Новгород, там, в связи с тем, что, наоборот, отпали от него и не хотели платить положенным данным. Но заболел, тяжко, и улыб. Сегодняшнее же пришедшее, кстати, от ночи князь, оно напоминается об этой гарной истории, дает нам также разумение того, сколько великое благо, что это князь принес на наши земли. Земли не только Белоруссии, но и России, и Украине. И в нынешнее время, когда совершается крестный ход от Петропавловка к Канчатке, через всю Грандию, Ходинград, Белоруссию, а далее Украину, это шествие с этих мощей является своего рода обходом и объясняем той земли, которая с наследства у нас стала самой лучшей, что самое дорогое богатство, веру православную, через которой эти земли утверждаются, и Божье благословение снижается на народ и на земли людей, где живущих. Как бы посещает, посещает эти земли, снять, что вы стираете на нас, и как он обращает нас на то, как мы храним веру православную, как мы храним единение наших братских народов, которые имеют единое начало, имеют единое, не только восходное начало через кухе крещения в Днепре, но имеют единое начало и поле от великого народа, который населял эти земли, а потом разделился на три, подшие великие народы, но и минус по имени всех народов, русских, украинских, белорусских. И мы, встречая ночи святого княжа, благодарим и обращаемся к нему с молитвой, за радость общения с ним, с моего потомки, наследники духовных, обетования, и будем усердно молиться, чтобы через посещение святых мощей нашей голорусской земли укрепилась вера, укрепилась братолюбие в нашем народе, укрепилась братолюбие между нашими братами и народами, и это все послужило еще большему просволению Божьего Отца нашего Небесного, который восхит на нас и благословляет и вразумляет как нам жить, а Святой Князь Владимир является нашим подателем и помощником молитвы Отцу Небесного. Аминь.